Программа для тех, кто неравнодушен к кинематографу. Вот уже лет 15 ни один крупный фестиваль не обходится без китайского кино. Его высокую репутацию подтверждают главные призы Канна, Берлина, Венеции. Причем в странах с цивилизованным прокатом китайские картины можно посмотреть и в обычных кинотеатрах. Уж не знаю, случайность это или следствие некой закономерности, но сегодня в российский прокат выходит фильм «Император и убийца». Его снял 48-летний Чен Кай Ге, один из самых значительных мастеров китайского и мирового кино. Я хочу, чтобы ты поставил мне на лицо клеймо. Зачем вы пугаете меня, госпожа? Как я могу это сделать? У тебя тяжелая рука? Нет. Это больно? Нет. Но даже если будет больно, не кричите. Не буду. Не буду. Суперзвезда Гун Ли, к слову сказать, лицо фирмы Лориаль, играет здесь возлюбленную одного из китайских правителей, который в III веке до н.э. решил объединить страну и стать таким образом во главе могущественной империи. В мировой критике эту картину Чен Кай Ге сравнивают с Иваном Грозным Эйзенштейном. Как и в эпопее о русском царе, здесь в центре сюжета тот же в сущности вопрос. Чем жертвует человек за право быть первым? И возможен ли компромисс между моралью и желанием власти? Это дети Чжао Генералова. Да, повелитель. Освободите их. Да, повелитель. Возьми. В отличие от голливудских исторических эпопей, где эффекта массовости достигают большей частью за счет компьютера, тут все подлинное. Китайская массовка абсолютно натуральная. Но дело не только в этом. Если вы всерьез увлечены историей, вас, так же, как и меня, раздражают необязательный телевизионный трек на такие темы. Если вы не опасаетесь впасть в умение от кошмара исторических параллелей, фильм «Император и убийца» станет для вас интересным кино. Среди сюжетов, постоянно питающих кинематограф, шекспировские сюжеты манят, наверное, больше всего. Кто-то подсчитал, что «Гамлет», например, экранизировался более 70 раз. И конца этому не предвидится. Недавно в американский прокат вышла очередная версия шекспировского творения. В роли «Гамлета» 29-летний Эттен Хоук, сделавший себе имя такими картинами, как «Общество мертвых поэтов», «Гатака» и «Большие надежды». Мы, не меняя тексты пьесы, перенесли ее действия в сегодняшний день. Наш «Гамлет» — сын мультимедийного магната, но его не интересует ни деньги, ни власть. Мне было очень интересно пофантазировать о том, каким «Гамлет» был бы сегодня, какую одежду он выносил. Ну что же, «Гамлет», где «Полоний»? За ужином? За ужином? Где? Не там, где он ест, а там, где его едят. Где «Полоний»? На небесах. Пошлите туда посмотреть. Если ваш посланный там не найдет, тогда поищите в другом месте сами. А современить Шекспира мысли отнюдь не новые. Например, Без Лурман, экранизировавший «Ромео и Джульетту», уже заставил Монтекки и Капулетти носиться с пистолетами. В новой постановке «Тень отца Гамлета» обитает в автомате по продаже «Пепси», а знаменитый монолог «Быть или не быть» звучит среди прилавков видеомагазина. Кроме Этана Хоука, который стал самым молодым «Гамлетом» за всю историю кино, в картине снялись Билл Мюррей «Полоний», Кайл Маклохлен «Клавдий» и Сэм Шепард, сыгравший «Тень отца Гамлета». Говори, я буду слушать. Я дух, я твой отец. Приговоренный по ночам скитаться, а днем томиться посреди огня, пока грехи моей земной природы не выжгутся до тла. Когда б не тайна моей темницы, я бы мог поведать такую повесть, что малейший звук тебе бы душу взрыл, кровь обдал стужей, глаза как звезды вырвал из орбит. Но вечное должно быть недоступно плутским ушам. Всякий раз, когда из творческого простоя выходит режиссер, чьи предыдущие работы обеспечены заслуженным зрительским вниманием, эта информация не может усилять оптимизм. Сейчас на МАС-фильме к съемкам новой картины приступил Карен Шахназаров. Название его фильма более чем интригующее. Гады или всеверная история о правлении. Несмотря на, так сказать, на остроту темы, скажем так, на самом деле это комедия, на самом деле здесь в реальности никого не травят. Как и к большинству своих картин, сценарий Карен Шахназаров написал вместе с Александром Вородянским. Основное действие разворачивается в наши дни. Главные персонажи – это муж, жена, ее любовник и теща. Время от времени у каждого из них возникает желание отравить другого, руководствуясь опытом знаменитых отравителей прошлого. Действительно в картине присутствуют и как бы такие уходы в историю Древней Греции, в историю Древней Персии, в историю Италии времен, Ренессанса. Вот так все вместе, как это будет сочетаться, посмотрим. Как правило, часто не складываются отношения у людей с тещей. И я сказала, знаете, Кам Георгиевич, это не моя все-таки роль. Оно зловатое такое написано. Он говорит, ну это же интересно, вы таких не играли. Я решила попробовать, рискнуть. Еще один кардинальный персонаж – любовник. В этой роли актер и режиссер Александр Баширов. Он как-то так по-своему объясняет и сюжет, и смысл фильма. Мой герой – представитель рабочего класса, я бы сказал, его передовой части. Он слесарь на мясом бенате. Естественно, часть продукции он тащит домой и обслуживает также соседку. В смысле кулинарного и сексуального такого удовлетворения. В результате, как бы, с этого и начинается основная интрига фильма. Шах Назаров, как известно, не только режиссер, но и генеральный директор киноконцерна «Мосфит». Свою всемирную историю отравлений он снимает в нелегкие для нашего кинематографа времена. Поэтому мы не могли не спросить Шах Назарова, не возникает ли желания прибегнуть к яду и отравить какого-нибудь врага отечественного кино. Я не думаю, что это лучший способ сведения счетов. Но вы знаете, действительно, это вопрос серьезный, а картина комик-комедийная. Самый сладкий яд – это яд иллюзий. Он с нами всегда. Мы не перестаем надеяться на интересное кино. Мы встретимся завтра. До свидания.